Девушка, это уже массовое поражение нельзя. Это запрещено в шедневской конвенции. Жмем руки сейчас и будем жать руки после сладких. Первым будет выступать Сергей в зоне отдыха. Добрый вечер. Интертифич, сначала хочу задать вам один небольшой вопрос. Кто из вас хотя бы раз в жизни начинал заниматься спортом, привести себя в порядок? Вы не поднимите руку, пожалуйста. Все. Все. Да, отлично, я так и думал. Хорошо. А кто из вас достигал успеха на 100%? Кто уверен? Не успеха достигать успеха. Отлично. Ну, результат такой есть. В принципе, мы для себя тоже сталкивались с такими трудностями и выделили три основных проблемы. Почему же люди отказываются от своих целей и не достигают поставленных целей? Первое – это высокая цена профессионалов, тренеров, которые могут дать нам необходимую информацию. Из этой проблемы вытекает то, что у человека недостаточно знаний. Он теряется в интернете в избыточной информации, про питание, про тренировки, не имеет возможности проконсультироваться с нормальным тренером и делает неправильные вещи, не достигает результата. А нет результата, соответственно, нет мотивации. Что же нам делать? Заниматься спортом, но вместе с нашим приложением. Мы создаем приложение, которое будет давать только необходимую информацию людям, которые хотят достигнуть каких-то результатов в спорте. Просто поддерживать себя в форме. Похудительный набрать вес. Как оно работает? Пользователь вводит в приложение свои собственные данные физические. Цель – похудительный набрать вес. Приложение будет выдавать ему кастомизированные рекомендации о том, как тренироваться, как питаться, как отдыхать. И так будет повторяться раз за разом, пока человек не достигнет своей поставленной цели. Что мы предлагаем? Первый вариант – это сначала мы предлагаем двухнедельное бесплатное использование нашего приложения. Затем мы предлагаем использовать подписку платную, либо фремиум вариант с показом рекламы. Как мы собираемся продвигаться? Мы собираемся тесно сотрудничать с лидерами, популярными видеоблогерами, фитнес-тренерами. Также мы будем сотрудничать непосредственно с бизнесом. Это крупные фитнес-сети и сети здорового питания, товаров для спорта. Также мы будем встраивать приложения в механике, которые повысят вероятность приложения. Ну, я чувствую, витая в воздухе скептицизм, и вопрос напрашивается. Чуваки, камон, вы что, изобретаете второй раз велосипед? Мы проанонсировали самых крупных игроков рынка. Действительно, если вы откроете Apple Store или Play Market, вы увидите очень много фитнес-приложений. Но фундаментально наше отличие в том, что большинство этих приложений готовы трекать ваш прогресс, но они не готовы вам давать рекомендации, как этого прогресса достичь. Второе отличие в том, что эти приложения содержат много избыточной информации, в которой легко запутаться. Мы же будем давать информацию порционно в форме игры. И третье отличие, что некоторые приложения, как видите, не покрывают важных аспектов тренировок, таких как, например, питание. И, соответственно, большой очень рынок, 78 миллиардов оценивается рынок фитнес-услух и фитнес-товаров. 138 миллионов человек по всему миру официально занимаются в фитнес-центрах. Категория фитнес-приложений растет, и аудитория является очень лояльной. Что мы ищем? Сейчас мы находимся на этапе разработки техзадания, информализации всех магаритмов. Нам нужно 30 тысяч на разработку MVP и прощупывание каналов продвижения. Ну и подытожим. Наше преимущество в том, что мы даем информацию последовательно и просто. Мы даем индивидуальные рекомендации, наличие обратной связи с пользователем, необходимости в носимых устройствах, и, конечно же, наше главное преимущество – наша звездная команда. Спасибо за внимание. Что я смогу за две недели протестировать? Какой результат? Для начала вы просто введете свою цель. Набрать массу, похудеть. Введете свои данные и получите первую порцию рекомендаций, которая разбивает вашу глобальную цель на несколько маленьких по цели, которые легко достигать, и это будет вас мотивировать в процессе. И за две недели вы успеете пройти два цикла коротких рекомендаций. Вы увидите, что вы, если будете следовать и будете честны с самим собой, с нашим приложением, добьетесь этих результатов, это будет вас мотивировать, и вы, мы уверены, продолжите успешно использовать наши приложения. Я смогу померить до и после. До и после. Все зависит от вашей цели. Если цель была набрать массу, это будут набранные граммы и килограммы. Вполне возможно. Конечно, спасибо за вопрос. Мы продумывали весь концепцию, все это должно быть очень ответственно. Дело в том, что мы не собираемся выращивать олимпийских чемпионов или мастеров спорта. Для 95% людей для достижения каких-нибудь существенных результатов не нужно изобретать, открывать Америку или давать какие-то сверхтяжелые нагрузки. Достаточно просто простых упражнений, небольших изменений в питании в зависимости от их текущего веса и потребления калорий в день, и результаты не заставить себя ждать. То есть ничего сверх выходящего за нормы вашей поседневной жизни такие рекомендации мы не будем давать. Хорошо. Существует ситуация, когда я занимаюсь мастерами. Там никто не слышит. Да. Существует ситуация, когда я достигаю какого-то результата, выше такой потолок я забраться не могу. И эта проблема должна решать ваше приложение. Конечно, и она ее решается. Если ваш прогресс останавливается, для начала ваши рекомендации следуют... Простой принцип. Если вы хотите, например, ну, рассмотрим пример. Если вы хотите похудеть, то количество потребляемых калорий должно быть ниже, чем количество затрачиваемых калорий. Для начала мы советуем вам следовать этому принципу. Вы ему следуете. Если не получается, то мы начинаем копать глубже. Если мы видим, что вы вводите данные, и вес по сравнению с прошлой неделей не уменьшится, если вы хотите похудеть. И тогда мы начинаем копать глубже. Спрашиваем, хорошо, возможно, вы недостаточно тренируетесь. Тренируйтесь. Мы задаем наводящий вопрос, начинаем копать глубже. И так раз за разом ищем новые проблемы. Достаточно ли вы отдыхаете? Достаточно ли у вас активности за пределами тренировок? Есть ли у вас какие-то противопоказания, возможно? И, в принципе, для 90% людей первых пара видосов хватит. И мы сможем правильно скорректировать их программу тренировок, и они достигнутся к нужному результату. Скажите, пожалуйста, то есть это только приложение браслета, трекера не предполагается? На первых парах не предполагается, потому что недоказанная эффективность трекера браслетов. Следующий вопрос, я понял. Все-таки огромное количество любителей спорта носят массивные девайсы, трекеры браслета. Соответственно, они так или иначе привязаны, практически или нет, к тем приложениям от этих разработчиков. Как вы планируете это переманивать? Что заставит пользователей Fitbit загружать ваше приложение и использовать в основном? Значит ли это, что ваша основная аудитория – это как раз те люди, которые не носят уже гаджеты физического? Ну, в первую очередь, да. Мы рассчитываем на аудиторию, которая только делает первые шаги в фитнесе и которая ищет какие-то новые решения. Если она столкнулась с проблемой, которую мы раньше обсуждали, и дальнейший прогресс не происходит, тогда мы даем толчок, дальнейший к достижению результата. Как переманить уже лояльную какому-то другому бренду аудиторию – это другой вопрос. Но мы видим для себя голубой океан в людях, которые на данный момент не открыли для себя фитнес, скажем так. Но тенденция к тому, что таких людей становится больше, и тех людей, которые еще не пришли в эту сферу… То есть сначала они знакомятся с вашим приложением, скачивают и достигают определенных успехов, потом они открывают для себя спортзал, открывают Nike Fuel, Fitbit и прочие, носят эти гаджеты и переходят на их решения. Ты правильно понял? Я не понимаю, в чем должна быть логика пользователя, если он добивался результатов с нами, а затем ушел к кому-то другому. Fitbit, насколько мне известно, он больше выполняет роль трекера вашего прогресса. Он говорит вам, сколько вы пробежали, но определяет, сколько вы должны пробежать. То есть вам никто не посоветует, но у нас. Рейнер, Луис Форум, Водоперим, вам второй раз.